Для того, чтобы нам рассчитать обтачку для обработки горловины, нужно измерить длину среза горловины спинки, в данном случае она составляет 10 см, плюс длину горловины полочки. Суммарно горловины спинки плюс горловина полочки у нас 23,5 см, но это у нас половина детали. Значит, чтобы получать полную окружность выреза горловины, мы умножаем 23,5 см на 2 и получаем 47 см. Данная трикотажная кулирка у нас относится к малорастяжимым тканям. Процент растяжимости у нее не более 10%. Поэтому от рассчитанной длины горловины мы вычитаем 10% и получаем длину обтачки, которая нам потребуется для обработки горловины. 47 см минус 4,7 см равняется 43,3 см. Ну, миллиметра отбросим, это значит, что нам нужна полоска ткани длиной 43 см, ширина будет зависеть от того, какую ширину обтачки горловины мы хотим сделать. Я хочу сделать 1,5 см, это значит 1,5 см до сгиба, 1,5 см после сгиба, плюс 2 припуска нашего по сантиметру. Итого нам нужно выкроить полоску ткани длиной 43 см, плюс припуски на швы 44 см и шириной 5 см. Обтачку горловины стачали в кольцо, но это сделали не на оверлоке, а на обычной швейной машине. Растяжимость здесь для нас абсолютно не важна, шов никакой нагрузки на растяжение испытывать не будет. Но для того, чтобы обтачка получилась тоньше, мы использовали обычную швейную машину и припуски швов разутюжили. Для того, чтобы не было здесь грубого и толстого места. Обтачку приутюжили пополам, вот так и у нас получилось, такое колечко получилось. Теперь для того, чтобы равномерно ее втачать в горловину, нам нужно разделить обтачку на 4 равные части, горловину на 4 равные части, совместить эти метки и после этого втачивать. Мы начнем делить обтачку от шва стачивания обтачки в кольцо. Вот мы ее делим пополам, помещаем здесь булавочку и потом эти две булавочки совмещаем. И вот здесь получаем деление. Отмечаем опять же булавкой и с другой стороны. Чтобы не путаться, все лишние булавки удаляем обтачку, откладываем в сторону и займемся нашей горловиной. Мы будем ориентировать шов на обтачке на плечевой срез нашего платьицы. Независимо, неважно на какой вы будете ориентировать плечевой срез, направо или налево, выбирайте, как вам больше нравится. Но мы будем не на сам срез, потому что представьте, здесь вот у нас толщина, припуск на шов, да, здесь 3 слоя ткани, плюс 4 слоя ткани на обтачке, получится очень толстое и грубое место. Поэтому мы сместимся где-то на сантиметра полтора в сторону спинки и расположим шов обтачки вот на этом месте. Поставим здесь с вами меточку. Это и будет наша нулевая отметка, относительно которой мы будем делить нашу горловину. То есть не относительно плечевого шва, а относительно вот этой метки. Вот мы с вами берем эту метку в левую руку и вот таким образом складываем срезы горловины. Старайтесь их не растягивать, не деформировать. Видите, выложили. Вот здесь у нас будет вторая меточка поставлена. Опять же, это будет не середина переда, а именно то место, которое у нас получится после складывания горловины. Теперь мы совмещаем эти две иголочки друг с другом и находим еще меточки, которые мы с вами будем совмещать с нашей обтачкой. Вот здесь ставим иголку и с другой стороны. Точно так же с другой стороны мы совмещаем срезы горловины и ставим здесь иголочку. И теперь, когда мы горловину развернем плоско, смотрите, что у нас получается. Вот наша горловина. Она разделена булавками на четыре равные части. И теперь мы будем совмещать метки на обтачке и метки на горловине для того, чтобы распределить посадку горловины равномерно. Прикалываем обтачку с лица деталей платья. И теперь совмещаем меточки. Вот таким образом прикалываем. Уравниваем срезы. Делаем как можно более аккуратно. Чем тщательнее проведем подготовительный этап, тем быстрее мы потом втачаем обтачку на оверлаке. Все, мы совместили. И вот смотрите, очень хорошо видно, что обтачка короче, а срез горловины длиннее. Это произошло из-за того, что мы убирали с вами 10% длинной горловины от обтачки. И теперь мы просто немножко растягиваем нашу обтачку и совмещаем с горловиной. Достаточно нам будет сделать еще по одной точке фиксации, для того, чтобы потом быстро и аккуратно вшить обтачку на оверлаке. При скалывании плечевые срезы направляем в сторону спинки. И последний участок, который нам нужно уравнять. Вот, посмотрите, очень ровно и равномерно у нас полта горловина. И с этой стороны тоже видно, что меточки наши находятся на одинаковом расстоянии, и излишек горловины распределен равномерно. Теперь будем притачивать обтачку к нашему платьицу. Платье. Мы притачили обтачку к горловине. Шовчик приутюжили в сторону изделия. И вот, посмотрите, из-за того, что мы убирали 10%, вот этот край обтачки у нас растянулся, а этот остался неизменный. И обтачка у нас прилегает, а не стоит вот так вот дыбом, если бы мы с вами выкроили обтачку, равную длине горловины. Даже при нерастяжемом трикотаже, все равно нужно какой-то процент убирать, именно для того, чтобы форма обтачки у нас была вот такая полукруглая, и она не топорщилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...